Здравствуйте, Андрей Широков, Клуба Фредпроводоцелитель. Мы говорим о здоровье и поступил такой вопрос. Почему на фоне фруктов, фруктовых соков, провоцирующих очищение и воды с солью, обостряется жор? Ну и, наверное, можно продолжить вопрос, что с этим делать. Ну, у нас есть ролики по поводу жора и по поводу того, почему так хочется питательной фазы, да и вообще как-то утяжелиться. И у каждого срывается на то, что... Ну, героиновый наркоман срывается на героин, понятно, да? Тот, кому пока хватает просто марихуаны, срывается на марихуану. Все это не случайно, да? У каждого здесь вот свой уровень такого потребности утяжелиться. И, ну, здесь очевиден ответ, да? То есть вы провоцируете очищение, поднимая плечи метаболизма. Это щелочное плечо за счет воды и соли и стимулирует дренажный эффект прочищения, да? Ваше тело просит воды. Многие эту книгу изучали, даже те, кто потом зачем-то сухую голодает. И одновременно допускает, что большое количество воды с солью чистит всех прям, да? Вот даже без изменения питания. А отсутствие воды с солью тоже чистит. Вот поразительно. Что в лоб, что по лбу, да? То есть как бы... Что погладить вас, это вот... А что дать вам пинка? Ну, в принципе, да. После пинка вы будете хорошей девочкой. Замечательно. Вот. Супротив как бы этого. Хотя вот я часто рекомендую лекции Зои Янковской. Вы увидите, что через насилие мы можем получить только насилие в мире. То есть из вот подавления, из воспитания, которое подавляет внутренний поток, божественность человека, ощущение его самости, как бы мы получаем на выходе только инвалидов. Это по поводу вот того, что вода с солью как чистит, так и ее отсутствие тоже чудесным образом все чистит. Вот. Вот. И второе, вы поднимаете кислотное плечо метаболизма за счет провокации фруктовыми кислотами. Поднимаете именно, да, и стимулируете катаболизм вот очищения. Ну, вот особенно вот эта третья фаза наша, да, эта кислотная, она особенно сильно провоцирует именно расщепление, сжигание всего лишнего, ненужного, патогенного. Вообще на вибрационном уровне, по сути, вот знаете, колыхает организм и вынуждает его сжиматься, сжиматься в плевом, как бы его проявление, если вот смотреть вибрационное. И также действует, кстати, и вот фитотерапия, гемиопатия, в том числе с растительных различных компонентов. То есть происходит уплотнение поля. Ну, а поскольку в поле куча всякого дерьма и вообще искаженные, это искаженные вибрации. Что такое дефекты, кислотные метаболиты, токсины, шлаки? Это искажение вибрации, да, если рисовать это на уровне уже частот различных, да. И получается, что раз все сжимается, то это все куда-то должно выходить. Ну, естественно, начинается чистка. Ну, любая чистка, это, извините, вот, да, мы даже представили, идет сжимание, там что-то лишнее, идет выдавливание лишнего, да. И, естественно, это все проходит через вот слои, как бы, представьте, что у вас внутри там куча, не знаю, ложка там дегтя пусть будет, да. И вы все сжимаете эту бочку меда, ну, вот эта ложка дегтя, она через весь этот мед проходит наружу, как бы, да, так, если вот, ну, грубо это нарисовать. Естественно, эту бочку колбасит, то есть человек испытывает дискомфорт. Тут уже многое зависит от адаптационных возможностей, от духа, от психоэмоциональной стабильности. Ну, если опять говорить о волновой, да, это волновая стабильность, то есть насколько энергетически человек, как бы, может сохранять вот эту целостность и стабильность, да, вот, поддерживая гомеостаз. Стабильность внутренней среды, в том числе на вот тонком вибрационном уровне. Вы знаете, я замерил сейчас специально, что со мной было. Вот у меня год назад было и вот еще приступы жора. Я уехал на юг, еще более, скажем, юг для меня, с юга на юг уехал. И, ну, уехал подальше уже от дома, и получается, я не взял тогда с собой уже и финики. Это было в июле в прошлом году, в 2018-м. Я подумал, ну, все теперь уже, все, фрукты, только соки там, да, утяжеляться больше не надо. Все, я уже, видимо, другой. Но все-таки вот на большом количестве соки, сок дынь, тогда пошли уже чуть-чуть виноград в Крыму. Все-таки через какое-то количество дней уже я, в принципе, мог бы и не срываться. Но я сорвался на финики. И я вот этот момент сейчас, например, замерил, посмотрел. Тогда был не эфирный блок, а физический блок. Блок на плане физики, на физическом плане. По сути, ну, тот градус очищения при том эфирном синтезе клеток, который у меня был, там было 3 с чем-то уже хорошо, намного уже больше, чем у большинства. Но градус очищения тоже, он соразмерно, организм его повышает. Чем вы более чище, щелочнее, тем быстрее вообще-то идут вот эти все процессы. И канализация работает более правильно, и все больше сбрасывается, на самом деле, как бы все это процессы. Но вот все равно провокации, да, я вышел из этой вот стабильности. И, понимаете, самое страшное, что там, да, не хватило мне там одного-двух фиников. Ты прямо вот садишься, как сейчас помню, и начинаешь один за другим есть. И вот, знаете, идет такое освобождение. Это связано не с тем, что не было глюкозы в крови. Я специально измерил и еще подобный случай измерил. Там не было вот такого, что, понимаете, именно уже все не продохнуться, то есть все гипогликемия страшная, ничего подобного. Это криз очищения, это токсикоз, ну и дискомфорт, да, который подавляется в том числе каким-то субстратом более плотным, которым вы даете внутрь. Ну, может быть, на каком-то эмоциональном уровне нужна была какая-то сладость, хотя соки у меня и так были сладкие. Возможно, там, может быть, не хватало минерала в тот момент, да. Вот, кстати, сейчас я измерю для интереса вот этот вот момент, когда я вынужден был пойти все-таки за этими мерзкими, там ужасные финики продавались, непонятного качества. По минералу, да, какой-то нехватка минерала какая-то вот перед тем, как я купил тогда, вот мне нехорошо. Ну, вот еще один момент я вспоминаю, когда я утром в 5 часов проснулся. До этого я как бы проснулся и съел чуть ли не всю, да, пачку фиников, целую огромную пачку, полкило. Плохо, потому что стало, да, в 5 часов это всегда для меня говорит о том, что это токсикоз, да. Кстати, тем, кто посыпается ночью, обратите внимание, это не просто так у вас происходит. Не потому что птички пошумели там за окном что-то, как правило, это говорит о токсической картине, да. Ну, так вот на тот момент, вот перед тем, как я проснулся, опять же, что-то по минералам. Ну, нет, нет, и нехватки минералов нет каких-то. То есть, по сути, потянулась рука к чему-то тому, что тебя утяжелит. Поэтому там ты не остановишься на одном финике, на двух, да, но если у вас получается, то вы уже на очень хорошем уровне вот той стабильности. Почему я и рекомендую вот эту питательную фазу, что пол банана, там 2-3 финика и дальше там как-то вот делаем паузу. Да, здорово, если вы это можете, да, потому что мне в свое время было просто не остановиться. И там дело-то не в том, что, еще раз, чтобы там глюкозы не хватило, да я эту глюкозу на самом деле в минус уходил по энергетике. Но зато я блокировал очищение, потому что организм получал, получал субстрат, бросал силы на обезвреживание его, да, один за другим-то вот это ешь, не можешь остановиться. Ну и по кишечнику прекращалось идти вот это выделение токсинов, каких-то метаболитов, потому что там не просто поступал субстрат, которым надо было работать 12-перстный, а еще дальше шло это все тихонечко бродить в толстой, да. Пусть немножко, пусть это не так страшно, ничего страшного, назад меня это далеко никуда не отбросило, я все равно пошел дальше. Но на тот момент вот ничего лучше я не нашел, да. Вам рекомендую те же финики, бананы, авокадо, но маленькими дозами, и тогда уж лучше упреждающие удары. Если вы понимаете, что вы не выдержите, да, не надо вот этих насилий над собой, лучше дайте раз-два часа маленькие дозы, и так и давайте, балуйте себя, да, вы будете продолжать очищаться. Хуже, если вы вот весь день будете терпеть, как я вот сейчас вспоминаю, у меня поездка была сама, да, я только на водичке, на водичке ехал, да, ну и в 5 часов утра я проснулся от жуткого токсикоза, да, как бы. Вот поэтому эти качели, как бы, да, я голодаю, я голодаю на сухую, ну все это потом заканчивается отбросами назад, да, откатами. Поэтому лучше упреждающие вот эти удары маленькими дозами питательной фазы, финики, бананы, авокадо. Хорошо, если вам не приходится утяжеляться больше. Поэтому я вот надеюсь, я, ну, в очередной раз ответил вам на вопрос, да, почему вам вдруг у вас появляется жор. Ну, я знаю этого человека, который, да, это спрашивает. Мы с вами измеряли вашу PH-клетки, и вы еще все равно закислены. У вас есть чем еще, чем очищаться, да, мы с вами замерили, что там еще лет 5 работы. Это очень хорошо, потому что там нашему коллеге мы замерили там лет 19 с тем темпом, к которым он идет. А у него темп, он сыроедет. Ну, темп, конечно, будет меняться, да, но просто это вот, наверное, удивительная информация для тех, кто вот как раз пишет эти комментарии, что подождите, год фрукты меня чистили, а дальше они начали все портить. Да, год вас чистили фрукты. Ну, вы лет 20, скорее, минимум там накапливали и себя строили, что-то знает из чего и что-то знает как, и накапливали, и блокировали свое очищение. Ну, вот удивительно, как вы собрались за год там какого-то там фруктоедения, как пишут, плюс СЕ сыроедение, плюс фруктоедение, плюс еще что-то. Надо смотреть, как вы себя, во-первых, блокировали, чем вы провоцируете, да. Да, и вообще, ну, кто верит, я на консультациях измеряю подробно по многим параметрам, куда там еще двигаться. И, ну, большинство пока еще работать и работать в разных темпах, которые вы как бы предпочтете. Поэтому вот вам, да, вот вы спрашивали по поводу, что вот обостряется ЖО, ну, для вас это сигнал. Вы не справляетесь с этим градусом очищения, да. Либо вы уменьшаете градус очищения, либо вы учитесь подавлять этот дискомфорт. Желательно так, чтобы себя не загрязнять и особо не блокировать все-таки самоочищение. Иначе это очень смешно. Вы одной рукой его провоцируете, другой рукой его подавляете. То есть, например, выпили там цитрусового сока и тут же съели три банана, чтобы заблокировать, да, его после того, как оно началось. Ну, чтобы оно там побродило. Ну, вот как бы это очень странно. Шаг вперед, шаг назад. А туда-сюда энергию вы тратите и на очищение попытку, и на то, чтобы его заблокировать, да, на загрязнение. То есть, ну, наверное, это очень смешно. Но с точки зрения метафизики я тоже так жил какое-то время. И это вот показывает нам о том, что мы находимся в войне с самим собой. То есть, наш ум воюет с телом. То есть, ум, как со своими программами эго, которые он набрал из окружающей среды, по сути, объявил войну телу, божественному проявлению души в этой мерности. Ну, я пока не встречал, чтобы кто-то побеждал от ум, чтобы побеждал тело. То есть, тело, в конце концов, все равно проучат, да. Вот. Но в этой борьбе, особенно, например, онкологические пациенты, да и с другой хроникой люди, ну, умудряются десятилетиями, да, по полной программе, то есть, эту войнушку поддерживать, подливать масло в огонь. Так что смотрите, насколько вам вот эта война нужна. Андрей Широков, Клуб «Эферопородоцелитель». Продолжение следует...